Всем привет! Вы на канале Суперспособ. Вот этот замечательный букет радует меня уже довольно давно. И я так предполагаю, что еще целое лето мы будем вместе. Просто идеальный способ посадки. Именно таким образом в большой вазон в этот раз я посадила свои бархатцы. И великолепно они себя чувствуют. У меня есть видео о том, как я их сажала. В один контейнер у меня была посажена вся упаковка бархатцев. Они благополучно взошли. И после чего без пикировки я их попросту высадила. Вот такой довольно-таки большой вазон. Здесь около 7 литров. И бархатцам всего хватает. Это очень неприхотливое растение. Безумно благодарные. На любом этапе своего развития выглядит потрясающе. Даже когда просто зелень стоит без цветов, это очень красиво. Даже когда еще нет бутонов, просто зелень. Такая густо зеленая, здоровая зелень, которую мало какие вредители могут испортить. Выглядит потрясающе. Посажены бархатцы у меня в обычную садовую землю. И в принципе, кроме полива и зеленого удобрения, которые я не так часто применяю, здесь ничего не используется. Посажена смесь, поэтому такие разные цветы. Разные цвета. И как и со многими растениями, нужно поступать следующим образом. Необходимо вовремя убирать вот такие отследшие бутончики. Потому что если растение займется созреванием семян, то последующие цветы будут распускаться все реже. Поэтому вовремя нужно убирать эти бутоны. Замечательное растение. На фоне их у меня цинерария серебристая. Прекрасное сочетание. С другой стороны у меня растут лилии. Но по сравнению с бархатцами, они даже проигрывают в яркости цвета. Это самое начало цветения. И когда не хватает солнышка. У нас в Прибалтике довольно частое явление. Ветер, солнца нет. И дождь. То вот такая яркая картинка. Назавокло безумно радует. Именно вот в таком варианте. Это просто какой-то букет. Букет настроения. Вот такая красота. Именно так я себе и представляла свое крыльцо. Крыльцо дома. Украшенное. Посаженными в вазон. Бархатцами. Вот дальше у меня калибрахла. Тоже посажена в кашпо. И отсиняет ее цинерария. Тоже мне очень нравится такое сочетание. Кстати, цветы тагетиса, кроме всего, еще и съедобны. Чаще всего используется именно вот такая разновидность. Традиционная. Коричнево-оранжевая. Такие цветочки съедобны. Они оказывают благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Также на состояние всего организма. И придают блюду очень красивый золотистый оттенок. Вот сколько замечательных свойств у этого красивого, абсолютно неприхотливого растения. Оно и украшает собой сад, и оздоравливает наш организм. Также защищает наши участки, посадки от нашествия вредителей. Потому что имеет специфический запах, который не выносят вредоносные насекомые. Рада буду, если эта информация вам понравилась и пригодится. Делитесь этим видео в соцсетях. Всем замечательного настроения, красивых цветов. Всем пока!